В Красноярске заработали первые дежурные сады. Это группы для детей, чьи родители работают и просто не могут оставить их дома. Ребятишкам организовали досуг, их кормят, а главное, малышей дважды в день проверяют врачи. Даже маски маленьким воспитанникам шьют отдельно. Как попасть в такой детсад, расскажем прямо сейчас. Все хорошо? Замечательно! А голова у меня как? Вместо пациентов – воспитатели, вместо врачей – ребятишки. В 29-м садике их сегодня всего 15. Мама и папа этих детей во время самоизоляции вынуждены работать, им не с кем оставить ребенка. Поэтому сады открыли дежурные группы. Воспитанников дважды в день осматривают врачей, помещение убирают по несколько раз в день. Даже костеляншу задействовали. Вместо костюмов к утренникам она шьет маски. Через игру докторов, воспитателей, подключаясь в процесс, прививают детям правила поведения, гигиенические, про мытье рук, про то, что необходимо, может быть, где-то дистанцироваться друг от друга, особенно на улице, напоминают про правила поведения, про сменную одежду, которую мы приходим с улицы, снимаем, чтобы дома они делали то же самое, какие-то акценты на этом расставляют. Ну и, в принципе, все те меры, которые мы, наверное, и так проводим в детском саду. 29-й сад – лишь один из тех, какие сейчас зовутся дежурными. В городе работают еще 20, по одному в каждом микрорайоне. В них записали тысячу ребятишек, а по всему краю больше пяти тысяч. Чиновники говорят, места и персонала хватит, чтобы принять еще больше, но при одном важном условии. Обоим родителям разрешено работать указом губернатора. Для того, чтобы попасть в детский сад, родители предъявляли, ну, в разных территориях по-разному, либо работодатели сведения давали, либо родители предъявляли справки от работодателя. Соответственно, формировались списки. Эти списки были переданы в учреждения здравоохранения, в краевой системе здравоохранения, для того, чтобы выверить и посмотреть, чтобы это действительно здоровые дети, и чтобы эпидокружение у них нормальное. И только после этого дети допускаются в детский сад. Однако родители просят пользоваться дежурной группой только в самом крайнем случае. В конце концов, лучше, если есть возможность, оставить свое чадо дома с одним из родителей, старшим братом, или сестрой, бабушкой, или дедушкой. Илья Филонов, Седьмой канал.